Господи, Син, с нами будет, и так оборазмуй Тебе, помощник от скорбь, неима мы. Господи, Син, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира от Духи Святом. Доброго всем дня и хорошего настроения. Когда узнаешь жития святых мучеников Древней Церкви, то замечаешь, что всегда примерно один и тот же сценарий. Великомученица Екатерина, великомученик Пантелеимон, великомученик Георгий, Фёдор Стратилат, Фёдор Тиран. И бесконечный сон святых мучеников, история примерно одинаковая. Люди искренне служат тому призванию, которое им Бог дал, или воинское, или лечебное, или как Дмитрий Солунский, он был управителем города Солуни. На этом пути человек встречает Христа, становится христианином, и свою деятельность соотносится с жизнью христианской, и начинает этот новый опыт в жизни притворять, то есть освещать светом Христовой веры то, что окружает свою семью, своих друзей, близких. И всегда натыкается на стену, на стену какого-то правителя или императора, как в случае с великомучеником Георгием, который вообще сделал стремительную, молниеносную карьеру. То есть он поднялся до генеральского звания, к 30 годам был полководцем. Еще к тому же он был приемным сыном императора Диоклетиана. И тот думал управление империей потом передать Георгию. Но возникло вот это непонимание, сопротивление и вражда, когда вера Георгия столкнулась с верой Диоклетиана. Он был язычником. И когда мы говорим про язычество, то кажется, что это такой народный фольклор, это увлечение природой, какими-то песнопениями, танцами, изучением обычаев. Нет. Это только лишь камуфляж, это фантик, в который все заворачивается, как бы внешняя одежда. А на самом деле язычество, оно всегда внутри несет определенный духовный посыл. «Боги язычников суть бесы», — говорит апостол Павел. И именно поэтому язычество, оно так эффективно. Ну, казалось бы, что такого? Там разные есть вещи, там заговорить, чири какой-нибудь, или ячмень, или бородавку. Что такое поделать, там ниточкой поводить, какие-то слова сказать, закопать. И раз, и работает. Оказывается, это приносит какой-то результат. Почему так люди устремляются в случае каких-то жизненных ситуаций к разного рода бабкам, ворожеям, узнать судьбу, снять какую-то проблему. Потому что это работает. Человек выполняет какие-то бессмысленные и бестолковые вещи, а результат есть. Но какой результат? Понятно, что дело не в бабке и не в ее там каких-то словах, а включаются определенные силы, которые она призывает вот этими манипуляциями. Потому что в язычестве очень важно совершить определенный ритуал. Ты можешь его не осознавать, но, исполняя его, ты входишь в определенные отношения. Ты открываешь дверь своей души для тех сил, которые имеют власть в том числе и с физической стороны осуществлять какие-то, ну, приносить какой-то результат. Другое дело, что душа человека является, ну, такой неприступной крепостью. То есть никакие бесы не могут взломать, сломать ворота нашего сердца. Но при одном условии. Если там в сердце не заведется предатель, который откроет по каким-то мотивам выгоды, страха, глупости, откроет волей душу, и тогда бесы, они входят внутрь. И человек, вроде, получает, ну, какой-то физический результат, ну, испуг, да, там, проходит, или, там, заикание, или, не знаю, еще какие-то моменты. Внешне уходит, но это дает возможность силам зла проникнуть внутрь сердца. И обычно у человека, у которого был какой-то контакт с язычеством в этой форме, у него огромные проблемы с обретением веры христианской. То есть он не может войти в церковь, ему что-то мешает, у него какие-то препятствия, ему трудно в храме быть, он не может принять вероучение церкви. То есть у человека возникает сопротивление Христу, внутреннее, неосознанное. То есть он, может быть, и как-то все понимает, но волевым усилием не может приблизиться к Богу. Ну, потому что бесы, которые держат человека за горло, за душу, они не дают ему возможности соприкоснуться со Христом. И требуются огромные усилия, искреннее покаяние и иногда даже и особые священнодействия. Но, как минимум, человек, он должен заклинательные молитвы, которые читаются в чине крещения, чтобы они должны быть прочитаны, чтобы бес он был изгнан из сердца, и вновь душа, она обрела мир с Богом. Ну, хотя слово «вновь» в чине крещения неуместно, потому что крещение единожды происходит, но, тем не менее, человеку, поврежденному этим грехом оккультизма, язычества, соприкосновения с духовным миром через черную дверь, требуются особые усилия и особая церковная помощь. Поэтому, конечно, берегите себя, сохраняйте верность Христу, не соприкасайтесь ни под каким соусом с теми силами, которые внутри язычества управляют. Берегите себя во Христе, помогай нам всем Господь.